Привет, как говорится, приветствую вас на выставке Мобильный Конгресс в Барселоне И все-таки еще технологичные компании пытаются и умеют удивлять Перед нами первый в мире прозрачный ноутбук Важный дисклеймер с микро LED экраном Потому что, вспомни, 2010 год Ноутбук Samsung, выставка CS 14 лет спустя, да, ажиотаж бешеный 14 лет спустя, и где он? Его, собственно, нет, ни широкой продажи, ни концептов, ничего Дальше, еще, так сказать, немножко вернемся в историю 6 лет назад прозрачный телевизор Panasonic, выставка IFA Ну и, конечно же, прозрачный телевизор Xiaomi, который мы вам показывали Что-то мы тоже его особо нигде в магазинах в МВидео в широкой продаже не видели Но, однако, давайте поговорим конкретно об этой модели Экран 17,3 дюйма И, ну, вау со всех сторон В буквальном смысле со всех сторон И с этой стороны, и с той стороны Потому что экран прозрачный Вижу картинку отсюда Вижу картинку оттуда И картинка действительно читабельна Вы погодите писать комментарий Там многих уже чешется написать какая-то дичь Зачем? Вот это вот, вот это да Мы тоже хотели написать Но потом немножко посмотрели, почитали И поняли, что зачем-то все-таки это нужно Во-первых, Lenovo тестирует технологию Вот эти все фильмы про будущее Как у нас с этим? С Томом Крузом? Особое мнение Вот оно, это вот оно, да? Прозрачный планшет То есть когда-то, скорее всего То, что находится вот здесь Уйдет вот сюда Здесь будет вся начинка Которую тоже, возможно, не будет видно И, собственно, это будет уже какой-то прозрачный планшет Из будущего легкий какой-то вот девайс Который действительно можно где-то использовать Но касательно конкретно этого аппарата Вот цветочек стоит не просто так Это ноутбук для творческих людей Ставишься цветочек Потом с той стороны И рисуешь его Ну, такая тоже, как кажется Так себе сценарий использования Допустим, починить какое-то устройство Сюда оно ставится, это устройство Сюда выводится схема ремонта этого устройства Через прозрачный экран Вы просто вот ставите сзади И ремонтируете свой смартфон Или свой ноутбук Или свой там радиоприемник Имея схему вот здесь вот И проецируя как бы ее вот туда вот Понимаете, знаете, о чем я говорю? Как вот в тех фильмах про будущее На устройство, которое сломано То есть вам тут показывают, что делать А вы здесь как бы руками это ремонтируете То есть вот за экраном Это же концепт Сами понимаете Вот, пожалуйста, стенд Lenovo Тут ThinkPad'ы всякие IdeaPad'ы Уже полно сотни разных моделей ноутбуков и компьютеров Все работает Нормальные ноутбуки, которые продаются в магазинах А это концепт Более того, здесь еще и сенсорная клавиатура Touch-клавиатура Can you learn a keyboard? Yes И она работает I can type a text actually, right? Yeah Real text here Вот тут винда уже какая-то стоит Да, винда стоит, да? Все работает Запускаем браузер И вот можно набрать То есть все это полноценный компьютер И клавиатура здесь тоже работает Но вспоминаем Acer Iconia Помните? Лет 10 назад Здесь вот такой вид клавиатуры Ну и решили, если уж делать концепт Так прям сделаем как надо Чтобы со всех сторон был офигенный И отсюда, и отсюда И клавиатура была необычной Он довольно горячий Вот я с этой стороны стою Тут выдув воздуха И прям горячим жарит Будет здоров Разрешение экрана ноутбука составляет 720p То есть это даже меньше, чем Full HD Самое главное, что это Micro LED То есть здесь яркость И здесь качество изображения Оно вот имеет принципиальное значение И это первый в мире такой прозрачный гаджет Именно с Micro LED дисплеем И чтобы добавить немножко конкретики Вот тут где-то Бен Гескин ходил Тот самый знаменитый, да? Бен Гескин известный По вот этим всем рендерам айфона 10 И не только в Твиттере Сейчас мы его позовем И поговорим с ним Пять минут и продолжим Бен Гескин легендарный А, ты узнал все-таки Как же ты узнал, что ты? Расскажи, пожалуйста, как тебе? Это шикарно выглядит Как из будущего Так Разрешение Так Так Мне сказали, что оно Экрана HD Блин, я вижу тебя с этой стороны и с той стороны Твой профиль Отчасти Почти Почти Я больше по AR, VR, конечно, Apple Vision, очки и все такое Меня уже это больше привлекает Но тем не менее Да, но тем не менее Но тем не менее это очень впечатляет Да? Это очень классно, надо видеть Пожди лифтап? Да Это как обычный лаптоп Узбитый Type-C, да? Да, да, да Ты вот здесь у меня не один Ты здесь не один Поверю Поверю Это... Жена моя Можно вас тоже? Вы же говорите по-русски, наверное Конечно Да, вы, наверное, мне кажется, тоже, судя по вашему... Она вообще креативный Креативному внешнему виду, вот слово красное Вы тоже имеете к этому отношение? Как вас зовут? Меня зовут Николь Очень приятно Да Очень много помогают Да Как бы ты могла применять это с графом? Ээээ... Правда, никому нельзя трогать, ничего Точно Я так понимаю, можно? Да Или нажимать можно Попадить, клавиатура работает, все, рисует... Это круто А у вас какая рабочая техника? Ноутбуки какие? Или компьютеры? На мастбук Есть схожий продукт Ит-программы какие-то скачивают На мак вообще их нету Надо ли его пора уставить Ит-программы Я там игровой ноутбук по воздуху в Cloud Gaming какой-то поставил Так Где живете сейчас? Мы из Риги Ну, сейчас живете там? Родились и живем Нормально? Отлично А говорят там скучно Нет? Ну, когда летаешь на Минопроекте, то нормально А, если есть возможность? Да Ладно Ну, всегда приятно прообщаться Все, рада видеться Вот сразу видно, приятно Мы с девушкой общались из Германии Она вот жмет руку Прям вот так вот Хороша дня У вас как крепкая немецкая женская рукопожатие И сразу видно на нас Огромное спасибо за деленное время Спасибо Продолжаем Прибавилось, прибавилось людей Буквально час спустя на выставке Людей стало очень много Тут есть еще один концепт С чего мы начали обзор, да? Что вот на все вот эти концепты Стоит смотреть через призму прошлого То есть будущее, оно как-то вот То маячит на горизонте То вот оно перед нами То откатывается куда-то назад И вот оно снова появляется перед нами Многие здесь ходят там Охают, вахают Будьте добры, сюда Смартфон, браслет Моторола И опять же, да Как прозрачный ноутбук Все ходят, вау Снимают какие-то обзоры Но Вспомним, ребятки, 2016 год Это все уже было 8 лет прошло И где оно? Хоть кто-нибудь на улицу с этим ходит И вот Моторола снова вернулась к этой идее Попробуем поближе подойти Работа на выставках Она примерно вот такая вот Каждый раз Ближе-ближе получается А что, трогать можно? А что, трогать можно? Нет Нет, нет Ты можешь рассказать мне, где... Можешь просто... Можешь просто демонстрировать... Хорошо Да Да Что это значит? И ты можешь поставить его на твою руку, да? Да Вот, смотрите, как это работает Значит, смартфон не оборачивается полностью вокруг экрана Надевается вот так Немножко странная конструкция Но тем не менее, это уже работает Можно сделать телефон-класс? Вот это? Да, с Wi-Fi, да Можно сделать телефон-класс с помощью Wi-Fi Вау Видите андроид-система там? Это андроид-система, да Вот так это выглядит, крупным планом Моторола вернулась к этому формату Но отличий принципиальных Визуальных, по крайней мере По сравнению с тем, что было в шестнадцатом году Честно говоря, мы не увидели Да, это теперь на вот таком магнитном ремешке Не знаю, насколько это удобно Потому что при какой-нибудь пробежке Мы довольно хуже снимаем Но при какой-нибудь пробежке Мне кажется, это легко свалится с вашей руки Что касается технической начинки Ничего об этом не рассказывают Никаких подробностей нету Но тканевый задник И он уже очень потертый Смотрите, я вам сейчас покажу Очень потертый и довольно грязный А смартфону, я думаю, что там Типа месяц И он только первый день здесь Вот, вот, вот с той стороны Вот Вы можете обратить внимание Как он выглядит с той стороны Элегантность тут, что называется На минималках Потому что, ну, цепляйте Это концепт Но в то же время, повторюсь Имеет смысл смотреть на все эти вещи Через призму исторических каких-то Разных прошлых событий В 2016 году это уже было Восемь лет спустя Сидели, наверное, они там Накануне мобильного конгресса Что бы нам на МВЦ О, у нас же в 2016 году был этот гидкий концепт Давай его достанем со склада Тканью сзади как-то вот обошьем его И будет новый концепт Вот, пожалуйста, новый концепт Безусловно, любопытный Безусловно, интересно Круто, что все-таки еще какие-то концепты придумывают Показывают Но как это будет в будущем И будет ли как в фильме с Томом Крузом И не только в фильме с Том Крузом Поживем и увидим Прикольно Прикольно Выставка МВЦ Ждем ваш комментарий Увидимся Пока